Приветствую вас. В дополнение к предыдущему видео решил записать еще один короткий ролик по той же самой партии. Не зря я в прошлый раз оговорился насчет того, что вполне мог что-либо упустить, анализируя позицию. Так оно и произошло. Спасибо Игорю Шлемаку, он написал мне в личку и предложил свой ответ на тот вариант, который я в своем анализе предложил за синих. Как вы, наверное, помните, мы думали над тем, как синим закрыть вот этот пробел и не позволить красным соединиться и окружить ключевую группу точек синих. Я предложил вот такой порядок действий и исходил из того, что вот в этой ситуации красные сначала защитят вот эту связующую группу. И тогда синие забирают вот эту точку и защищают. Шлемак же предложил вот такой ход за красных. Что он дает? Он дает угрозу окружения вот этой связующей пары, но защищать ее нельзя синим, поскольку после этого красные сохранят вот эту группу, а окружить вот эти две точки синим уже будет невозможно. Тут один ход, да, окружение. Ну, сверху, соответственно, тем более. Поэтому синим здесь ничего не оставалось бы, кроме как забирать вот эту жертву. Красные соединяют и, соответственно, срывают широкую атаку синих. Что это, к чему это приводит? Разумеется, однозначной победы того или иного игрока здесь нет. Да, красные смогли сорвать широкую атаку и застраховали себя от немедленного поражения. Однако синие получили довольно неплохой прирост в счете. Если здесь посчитать все мертвые точки, то счет получается примерно равным. Поэтому исход игры решался бы затем уже в локальных противостояниях за отдельные точки. И оценить шансы здесь довольно сложно. Я бы их оценил приблизительно как равные. Соответственно, что можно в качестве окончательного итога по данной парке сказать? Абсолютно хорошего, позитивного результата для синих здесь уже не было, как мы видим. То есть, в лучшем случае они могли либо сделать тот размен, о котором я говорил в прошлом видео, но он еще менее выгодный был. Либо пойти вот на такой размен, более выгодный, но тем не менее, тоже еще не гарантирующий, далеко не гарантирующий победы. В любом случае, тот вариант, который Ходорьев в итоге выбрал, он однозначно хуже и одного размена, и второго размена, потому что приводил к немедленному поражению. Здесь же все-таки какие-то шансы у синих еще оставались. Соответственно, вот именно такое развитие событий надлежит считать лучшим вариантом для синей стороны. Все, теперь, надеюсь, по этой партии, по этой позиции все. Спасибо за внимание. Играйте в точки. Субтитры создавал DimaTorzok